Всем привет! С вами я Максим и сегодня я расскажу в чем же принципиальная разница между дешевым и дорогим велосипедами. Итак, погнали! Самый важный узел велосипеда это его рама. Конечно же, первое на что смотрят на велосипеде это его рама. Рамы делаются из таких видов материалов, как сталь. Это самый дешевый вариант, применяется на самых дешевых велосипедах. Сталь характерна вот таким вот маленьким узким швом. Сталь, кроме того, что мы все знаем, она имеет свойство обладать коррозией. Это еще не самое главное, она тяжелая. То есть, стальная рама самая тяжелая, да еще и к тому же она обладает низкой жесткостью. Жесткость тоже очень важна. Важный параметр. Дальше идут алюминиевые рамы. Алюминиевые рамы очень легко отличить по вот такому вот толстому шву, потому что алюминий варится на толстую. Алюминиевые рамы делаются по нескольким технологиям. Это гидроформинг. Трубы разного сечения и разной формы. Вы можете заметить их на некоторых велосипедах дорогих. Круглые бывают трубы, бывают разного такого интересной формы каплевидной. Делается это для того, чтобы улучшить аэродинамику и добавить жесткости. Затем идут уже материалы более прогрессивные. Это такие как, вот мы видим, карбон, он же композит, он же, можно его называть пластиком, но мы-то знаем, что это настоящий карбон. Характерные эти рамы тем, что у них фактически как таковых нет швов, потому что, как правило, это монокок, то есть монолитная конструкция. Применяется на самых дорогих велосипедах. Рамы карбоновые самые легкие, в то же время они самые жесткие. Жесткость это важный параметр, который влияет на то, насколько будет велосипед передавать энергию колесам от ваших мышц. И применяют такие еще материалы, как титан, скандий, разные сплавы магния. Это уже эксклюзивные варианты, их очень редко увидишь в магазинах. Как правило, применяются только в профессиональных соревнованиях и стоят очень больших денег. Двигаемся дальше. По важности элемент велосипеда это его вилка. Вилки бывают тоже нескольких типов и, соответственно, по цене они тоже очень сильно разнятся. Итак, первый и самый дешевый вариант это классическая ригидная вилка, то есть вилка без амортизатора. Как правило, их делают стальные, применяют на самых дешевых велосипедах и таким образом экономят на стоимости всего транспортного средства. Дальше идут пружинные вилки, пружинные эластомерные. Пружинные эластомерные отличаются тем, что в них имеется стержень, который выполняет функцию демпфера. Пружина представляет, как правило, из себя вот такую вот штуку с вынесенным регулятором. Также бывают с двумя пружинами вилки. Работают они, в принципе, неплохо, но тоже не являются самым лучшим вариантом для покупки. Дальше идут уже более серьезные варианты. Это пружинно-масляные. Пружинно-масляные, как правило, отличаются тем, что в одной ноге пружина, а в другой масляный картридж. Он выполняет функцию демпфера. И, как правило, имеет вот такую вот штучку, это локаут. То есть он позволяет полностью заблокировать вилку и сделать ее, по сути, ригидной. Можно заблокировать, а можно сделать так, что она будет прекрасно работать и отрабатывать все нюансы. Но есть очень крутые варианты. Это воздушные вилки. Воздушно-масляные и полностью воздушные. В воздушно-масляных вилках вместо пружины применяется воздушная камера, в которой накачан сжатый воздух. Он выполняет функцию пружины. И, возможно, еще применение масляной камеры в другой ноге. Это тот же самый масляный демпфер. Также бывают варианты с двумя воздушными камерами. Одна из них выполняет функцию демпфера, другая – функцию амортизатора. Третий параметр, который существенно влияет на стоимость велосипеда – это его тормоза. Тормоза бывают трех видов. Это ободные тормоза, типа V-brake, как на вот этом велосипеде. Применяются, как правило, на самых дешевых велосипедах. Иногда их еще комбинируют с классическими ножными тормозами. Самый дешевый вариант, как правило, применяется на самых дешевых велосипедах, за исключением очень дорогих вариантов на спортивных, профессиональных велосипедах. Дальше идут всеми излюбленные дисковые тормоза. Дисковые тормоза разделяются на два типа. Это механические, вот с таким вот тросиком. То есть, по сути, это те же тросовые тормоза, только уже с диском. И гидравлические. Гидравлические тормоза отличаются принципиально тем, что в них присутствует уже вместо тросиков тормозная жидкость. В шимановских это минеральное масло, в авидах это дот. Гидравлические дисковые тормоза являются самыми прогрессивными, самыми эффективными, но в то же время самыми сложными по обслуживанию тормозами. Они разделяются на очень много разных вариаций, от которых зависит, соответственно, и цена самого тормоза, ну и вследствие всего велосипеда. И еще один небольшой нюанс при выборе тормозов. Обращайте внимание на тормозные ручки. Если они идут одним моноблоком вместе с шифтером, это значит, что вариант дешевый, и в случае поломки одного из компонентов придется заменить весь узел. Поэтому лучше, конечно же, брать раздельные. Раздельные, вот, например, в этом варианте, это гидравлическая тормозная ручка и отдельно шифтер. За исключением вариантов, когда на очень дорогих велосипедах применяются специальные компоненты интеграции шифтера и тормозной ручки с целью снижения веса общей конструкции. Следующим фактором, который очень серьезно влияет на стоимость велосипеда, является его трансмиссия. Это его, скажем так, жизненно важный орган. Это переключатели, кассета, шатуны, звезды, втулки. И в том же Shimano может быть разная система передач. Начинаться от Shimano Tourney и заканчивая таким, как Shimano XTR, которые отличаются практически на 10 линеек, и в стоимости они могут отличаться до 20 крат. То есть колоссальная разница в стоимости. Если здесь мы видим Dior XT, который идет на 10 звезд сзади, 3 впереди, таким образом 30 передач. Tourney рассчитан на 21 передачу. Разница в количестве передач и разница в уровне самого оборудования. То есть вес, четкость переключения, та же самая жесткость на шатунах, это особенно важно. Все это влияет на стоимость конечного велосипеда. Ну и как же не сказать про колеса? Колеса это то, без чего велосипед не был бы велосипедом. Именно они весело катят вас по дороге. В колесах тоже кроется очень большая сумма денег. Вернее, разница в этой сумме. Колеса могут быть. Например, начнем с ободов. Обода бывают как стальные, так и алюминиевые. Двухстенные, одностенные. Обода могут быть также пистонированные, не пистонированные. Здесь мы видим обод алюминиевый, двухслойный, но не пистонированный, который стоит не так дорого, как в свою очередь пистонированный. Также бывают еще и однослойные обода, которые стоят еще дешевле, но они подвержены большим деформациям. Также стоит обращать внимание, естественно, на втулки. Втулки тоже стоят денег, причем немалых. Особенно в случае, если это верхние втулки от того же Shimano, либо SRAM. В них применяются разные типы подшипников, разные типы защиты от грязи и пыли. Ну и, конечно же, резина. Резина – это, пожалуй, тоже один из самых важных параметров. Разница в цене может достигать фактически десятикратного размера. Если применяются дорогие верхние покрышки, которые имеют высокую степень защиты от проколов, при малом весе, при возможности еще и накачивать большое в них давление, они будут стоить намного дороже, чем вот такие вот покрышки, которые фактически не имеют защитного слоя. Самые дешевые, с самым обыкновенным стальным кордом, который, в общем-то, тоже удешевляет покрышку, но добавляет к ней веса. Разница будет очень существенная. Мы знаем, что стоимость велосипеда складывается из стоимости всех его комплектующих, таких как рама, оборудование, колеса и мелкие детали. Стоимость велосипедов может отличаться до десяти, а то и двадцати, даже тридцати крат. Теперь вы знаете почему. Ну а выбор остается за вами. Как всегда, я прощаюсь с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Веселее по жизни и ждите новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok